Галлюцинации Мне десять лет и один день. В шкафу живет Бабай. Я не вижу его, но каждый день нахожу новые волосы около корзины с бельем. Десять лет и два месяца. На кровати родителей сидит волк. Одиннадцать лет. Пора прекратить бояться колодца во дворе. С такой мыслью я решаюсь заглянуть внутрь. Из воды на меня глядит огромная свинья. Одиннадцать лет и один месяц. У взрослых не ноги, а копыта. Сон. Отец с рылом свиньи пытается укусить меня и мать. В школе убили парня одноклассника, хорошего друга. Он связался с плохой компанией. Я вижу его в классе и даже разговариваю с ним. Когда учитель спрашивает, кого нет, я называю его фамилию. Теперь я учусь дома. В супе плавают кусочки тела насекомых из ванной. По ночам доносится шепот, которого никто не слышит. Я подозреваю, что у меня есть минимум две разных матери, похожих между собой. Конечно же, каждая из них может читать мои мысли. Самый пик моей болезни пришелся на двенадцатилетие. Это я точно помню. Я мог видеть следы гигантских ног. Их я определял потому, как были загнуты ворсинки на ковре. Перед сном я аккуратно разглаживал их в одну сторону. Проснувшись, обнаруживал, что рисунок, составленный ворсом, изменился. Неужели баба думал, что он сможет остаться незамеченным? Как я уже сказал, у меня было две мамы. Первая мама любила меня и дарила игрушки. А вторая ругала и подкладывала в суп насекомых. Еще она много пила и носила темная. Я решил прогнать ее и соорудил ловушку из лески, протянутой над полом. После того дня первая мама не появлялась еще неделю. Друг отца сказал, что все люди произошли от животных. А от какого животного произошел папа? Ответ – от того, который живет за шкафом. Под родительской кроватью есть маленькая дырочка, через которую можно заглянуть в другое помещение. Но это получается только если не подводить глаз вплотную, иначе она исчезает. А возможно, это просто кусок блестящего стекла, сказал отец. Так я и поверил. Пусть тогда попробует объяснить, что он делал под кроватью вчера ночью. Разумеется, я не стал говорить это вслух, ведь я помню, кто он такой.